итак всем огромный привет я вас приветствую и сегодня сегодня у нас пятница как следствие подводим итоги недели хочу в субботу и воскресенье немножечко отдохнуть ну и давайте скажем что такого интересного есть смотрите вот сейчас мы с вами будем проезжать жилой комплекс весенний вот в этом жилом комплексе сейчас продается хорошая вторичка 35 квадратных метров с хорошим ремонтом не от застройщика вот именно с таким с хорошим добротным ремонтом ну реально классная и всего лишь за 3 миллиона рублей поэтому если кому-то нужна квартира с техникой с мебелью чтобы заехать и жить и при этом чтобы был вид на море и при этом чтобы у вас был балкон то мне звоните я с большим удовольствием помогу вам приобрести эту квартиру 3 миллиона рублей дом сданный уже четыре года как он живет в общем примерно так это у нас первое это самое интересное с повторички второе опять же повторюсь на быть есть хорошие квартиры до 85 метров вместе который идет вместе с парковкой все там дорогая цена около 12 миллионов и тоже если вдруг кому-то нужно кому-то охота взять и сразу жить все хорошо сделано все удобно комфортно я в такой квартире сам бы жил бы и в этом районе тоже жил бы тоже я вам конечно же рекомендую ну давайте следующего что касается у нас по новостройкам да по новостройкам если кто-то из вас хочет вложиться по фсс 214 федеральный закон 214 который предусматривает собой все разрешающие документы и страховку и и того подобное да то у нас сейчас на данный момент есть несколько интересных хороших предложений это у нас первое жилой комплекс босфор хороший достойный жилой комплекс мне он нравится жилой комплекс босфор 1 жилой комплекс босфор 2 босфоре в первом в том числе есть и перепродажи поэтому можно легко найти для вас хорошее классно выгодное предложение да по переуступке второе считаю что если вы хотите отдыхать прям возле моря да если вас приоритет у вас стоит именно именно отдых именно пляжный отдых да то есть жилой комплекс шоколад там уже под крышей дом полностью возведен сейчас его полностью остекляет в конце этого года должен сдаться и там может быть квартир всего лишь за там за миллион семьсот пятьдесят если не ошибаюсь может быть уже эти предложения ушли но в пределах двух миллионов можно взять в том числе и в ипотеку дальше если опять же хочется идеальную квартиру для пмж что были рядышком школы детские сады больницы поликлиники до церкви в конце концов то я рекомендую вам взять жилой комплекс догомыски который находится на догомыска 27 а это у нас район за вокзале самый лучший район для проживания можете набрать в интернете до лучший район для пмж и задайте ценовую категорию примеру до 100 тысяч рублей за квадратный метр и вам эта картина будет ясна за вокзальный район это идеальный район для пмж и лучше вы все равно ничего не найдете сто процентов если конечно бюджет мы увеличиваем в два с половиной раза то конечно же можно встретить что-то другое там можно найти квартиры можно взять квартиру по 70 тысяч рублей за квадратный метр дальше если вдруг у вас есть желание купить в адлере до объект который строится который так скажем показывает хороший темп все и вам нужно там именно спальный район я конечно вам рекомендую жилой комплекс континент до цена начинается от 75 но он строится он в принципе более-менее нормально расположен там есть парковки закрыта территория будет два дома я рекомендую жилой комплекс континент ну в принципе да мне конечно не нравится то там эта атмосфера такое ощущение как будто будешь жить на промзоне но в целом довольно-таки все неплохо мне лично если выбирать из этого адлера то нравится следующее если вам охота жить в районе сотой школы это где у нас находится урожайный то я вам рекомендую жилой комплекс виолетт что такое виолетт виолетт это у нас так скажем небольшой клубный дом который у нас построен уже в принципе уже подошел к финишу 8 октября будет полностью сдан с 10 сентября пускают на ремонт и там цена начинается второй этаж начинается от 65 тысяч рублей за квадратный метр в общем это хорошая классная альтернатива это жилому комплексу который у нас строили для волонтеров и которых потолок 220 в общем вы понимаете про какой жилой комплекс я говорю это хорошая альтернатива цена дешевле за квадратный в том числе расположение лучше и единственное что он проигрывает по территории но вы берете не территорию вы же не будете на улице жить вы же берете к себе в конце концов квартиру которую будете проводить большее количество времени вот примерно так а территория в том районе надо даром не нужна по одной простой причине это район олимпийский парк потому что там есть где погулять там есть у нас и сочи парк и целая куча аллей и аллея именно вот в общем очень-очень там всего много в том числе и набережная поэтому пленовая территория как таковая большой ценности там не имеет но опять же давайте вернемся к нашим да если кому-то хочется взять готовый дом да уже со всеми документами чтобы можно было заехать и жить то рекомендую в вокзальном районе конечно же у нас жилой комплекс который называется бульвер там есть у нас 55 квадратных метров и 95 квадратных метров довольно-таки неплохие квартиры лично мне этот дом симпатизирует мне этот дом нравится цена примерно около 100 тысяч ну просто скажу по соседству есть жилой комплекс который строится по федеральным законам 214 и у него цена 130 тысяч и еще непонятно сдаст он или не сдастся не буду озвучивать как называется этот жилой комплекс вы в принципе так сами уже по видеороликам прекрасно понимаете еще что у нас есть у нас сейчас хорошее предложение хорошее предложение для тех кто хочет взять и заселиться и сразу жить это у нас жилой комплекс дома озеро 2 там есть три квартиры от застройщика которую он выставил по акционной цене это 50 тысяч рублей за квадратный метр 50 тысяч рублей за 2 миллиона 300 тысяч можно купить 45 квадратных метров что уже в этом доме у нас все зашли на ремонт что считаю очень выгодно приобретение в том плане что там ну ну классно там все единственно что конечно по горам по океанам но все это компенсируется в цене я могу сказать что сейчас стройки дать те же самые например взять там соболевка 1 соболевка 2 море видово до меньше чем по 60 тысяч рублей за квадратный метр вы ничего не даете а этот дом уже готовы видовая квартира которые идут на улицу альпийская с хорошим классным видом все по 50 тысяч рублей за квадратный метр в готовом доме ну вот примерно так теперь что касается у нас для инвестиций что касается именно инвестиций для того чтобы можно зарабатывать деньги у нас сейчас данный момент открыт жилой комплекс верещагин 4 на нем может быть заработать деньги у нас открыт соболевка 2 на нем тоже может быть заработать деньги у нас открыт сейчас в продаже жилой комплекс догомыски тоже может легко заработать деньги тем более еще раз повторюсь эта стройка у нас который находится за вокзальном районе ей этой стройке аналогов просто нету нету аналогов сто процентов нет аналогов и вряд ли там там появится поэтому я конечно же вам рекомендую опять же сейчас многие там спросит скажи нам что-нибудь хорошее по элитке еще что-нибудь немногие но 20 процентов такие есть по элитке тоже есть много хороших предложений есть у нас предложение хорошее это первомайская 21 там можно купить квартиру готовую по 150 тысяч рублей за квадратный метр к примеру рядышком строится жилой комплекс сокол которого цена 150 165 170 а это хорошие видовые квартиры по 150 тысяч рублей за квадратный метр который находится гораздо ближе к центру в общем хорошая улица там тупиковая первомайская поэтому его я тоже рекомендую это те кому нужна элитка элитное жилье многие тоже опять спрашивают как ты относишься к жилому комплексу голубые дали да я никак нему не отношусь я там был недавно но это уныло это уныло и уныло и общежитие которое мне лично не нравится тогда за эти деньги проще купить гринхосту если охота жить супер мега общаги понимаете поэтому я к нему отношусь ровно захочет кто-нибудь у меня прямо на скажет максим продай мне жилой комплекс голубые дали я продам а так конечно сам я не могу рекомендовать поэтому я обзор не снимаю потому что плохое снимать не оху не хочется а хорошего там мало поэтому я предпочитаю соблюдать нет нейтралитет это жилой комплекс голубые дали в любом случае можете в интернете загуглик посмотреть какое-то хорошее такое общежитие дальше да у меня спрашивают как ты относишься к стройке которая будет строиться на яна фабрициуса рекомендуешь нет конечно пока я не рекомендую ну какое не разрешение не документов ничего пока нету ничего цена от 75 тысяч рублей ну я пока не рекомендую по мне лучшее будут за всеми документами продавать лучше за вокзальный вот такой вот объект и хорошее классное место вчера специально ездил снимал там просто не знаю сегодня специально сниму этот район который будет называться переход яна фабрициуса в метилёво и вы посмотрите захотели бы вы там жители не захотели но мало кто найдется если бы там старт был бы от 55 тысяч рублей за квадратный метр конечно бы я вам всем рекомендовал бы и начал бы может быть там при условии что там будут показаны все документы а так пока я пока воздерживать честно скажу пока я воздержусь и подождем до дальше но опять же как мне сказал один из представителей застройщика это будет такое хорошее классное общежитие три дома не это маленькие площади и ну блин ну по будет бассейн но это будет общежитие а я не привык жить в общаге честно скажу и поэтому мои клиенты большинство тоже не привыкли жить в общаге тем более за 75 тысяч рублей за квадратный метр вот так поэтому не буду пока ничего говорить посмотрим там поживем увидим может моя точка зрения поменяется но пока так дальше вот мне тоже задают вопросы максим как ты относишься жилом комплексу москва ходят слухи идут что там что-то строится я ничего вам не могу сказать о поводу жилого комплекса москва я знаю одну вещь я вчера там проезжался и там убрали табличку раньше табличка висела что такой-то заказчик а сейчас и табличку убрали с корнями и все поэтому это жилой комплекс москва это это как бы очень очень рискованный проект еще раз повторюсь это как казино там можно либо черное либо белое то что в москве либо можешь ты взять и поднять да еще и здоровье забывай да можно поднять на этом жилом комплексе зарабатывать очень очень много денег а можно можно прогореть как как другие люди которые там вложились еще в 2014 году я в такие игры не играю да либо пан либо пропан поэтому я со своей стороны даже у меня там два человека уговаривали меня чтобы я им продал я не буду я их посылаю к своим конкурентам пускай конкуренты посылают лично я там хоть какие-то у меня расписки пишите что вы ко мне претензий не имеете ничего но я лично ну не хочу участвовать вот в продаже вот таких вот домов и все кто-то мне сегодня из подписчиков пожелал мне хорошую уголовную статью хорошую хороший подписчик классный то поэтому как вам сказать ну не буду давать поводов не не для чего поэтому такие объекты я не продаю сразу говорю к это не ко мне можете ко мне даже не обращаться еще раз повторюсь даже если у вас некий ко мне претензий после этого не будет все равно я как бы все не все измеряется у нас деньгах всех денег не заработаешь поэтому кто-то хочет похоронить свои деньги хороните без моего участия честное слово поэтому с этими вопросами можете ко мне не обращаться вы знаете жилые комплексы которым я отношусь не очень хорошо поэтому и там у меня там комиссия который там есть супер большая бешеная меня этим не замотивируешь потому что человеческие отношения человеческий фактор это ну от него никуда не уйдешь и потом как с этим еще как-то надо жить понимаете а я с этим жить точно не хочу я здесь намерен в сочи работать долго счастливо прожить не один десяток лет и хочу чтобы когда я там встречался со своими покупателями инвесторами чтобы они мне жали руку говорю макс спасибо что они чтоб там говорили что ты там ты взял там нас или лишил денег пусть даже не последний как обычно говорят вот такая штуковина поэтому именно по этой причине я тоже не продаю жилой комплекс вы были у меня там две продажи случайной сейчас я больше не продаю потому что вижу что и да и даже вы видите что там все совсем печально один из жилых комплексов поэтому поэтому с ко мне с этими вопросами да можете не обращаться в том плане что по мне лучше конечно же спать спокойно ну и на этом наверное все новости доехал до работы я сегодня сделал небольшой кружочек небольшой кружочек в том плане что в том плане что сегодня попробовал я чуть-чуть сегодня чуть-чуть проехался по другой улице тоже посмотрел что оказывается затылков нету и сделал все таки большие выводы если вы желаете жить в хорошем районе получать от района удовольствие то вам нужно выбирать от бытки от бытки до до заречного района до заречного когда вы не будете не попадать не в пробке ничего это вот есть хороший классный центр и там жить очень комфортно все что касается дальше бытки смыли уезжаем с тормозе то вы сразу попадаете у нас супер мега пробки если вы уезжаете на мамайку тоже попадаете в пробку если вы уезжаете у нас район новой сочи вы попадаете тоже жесткие пробки поэтому если хочется жить хорошо и комфортно то это конечно же район заречный за вокзальный центр транспортная но и район я на фабрицу суда так скажем но такого не тот не метилёва да поближе да именно именно по поближе вот и тогда вам будет жить очень комфортно ну а с вами был максим компания элитные сочи немножко мы озвучили вам новости дарки у нас есть опять же могу сказать что в температуру воды у нас сейчас плюс 28 градусов почти плюс 29 на самом деле это аномально теплая вода купаться у нас сейчас очень комфортно сразу говорю у нас за в течение двух месяцев ни разу не было дождика или может быть один раз был мы можете его не заметил в общем хорошая комфортная погода когда вы приезжаете сюда знаете сто процентов что не попадете под дождь и поэтому отдых для вас будет очень-очень комфортным что касается у нас по районам по отдыху да вот опять сегодня сочетал новости в адлере именно районе курортного городка наблюдается всплеск инфекции который у нас передается через рот так скажем не знает как это неправильно сформулировал воздушно капельным путем поэтому еще раз повторюсь вот я как бы в такси выезжал для вас для эксперимента посмотрел что люди думают про город мне нужно была обратная связь да в итоге получается у нас два лагеря те которые остановились в центре они там просто пищат от удовольствиям просто просто их прет просто они тащатся от этого города а те которые у нас остановились в адлере и которую сюда приезжает там торговый центр моремол с моремола на ривьеру но обычно маршрут таксистский то они конечно как-то когда начинаешь про город что допытывать они начинают как то вот так вот реагировать ну понятно а ну оно и понятно да если говорю ехать вот с целью вас море да просто доход да вам не надо так далеко ехать вы можете доехать до геленджика вы можете доехать до анапа вы можете доехать до лазаревского и вам будет гораздо дешевле понимаете чем брать и испытывать судьбу именно здесь в общем примерно это выглядит вот так вот еще раз повторюсь если хочется посмотреть город если хочется много положительных эмоций если хочется реально как бы получить удовольствие от города и это только центр сочи можно жить если у вас прям цель 10 дней просто проваляться говорю возле моря и больше ничего не видеть конечно возьмите лучше олимпийский парк а так я рекомендую конечно вам останавливаться в центральном районе сочи и тогда у получит удовольствие опять же если вы вдруг остановитесь на лысой горе то все эти положительные эмоции у вас просто убьются поэтому тоже смотрите района были менее поближе к центру и точно там не лысая гора точно не пятигорская и точно не целинная понимаете вот какие-то районы такие улицы лучше вам избегать но теперь всем пока всем отличие настроения сейчас я бы слик от вашей подборки и поеду провожу своих гостей которые здесь сейчас присутствует провожу конечно же их в на жиды вокзал все всем пока с вами был максим спасибо